Цветочный флэш-моб, парад-конкурс детских колясок и велосипедов, мороженые и воздушные ромашки в Екатеринбурге прошел праздник милосердия и благотворительности «Белый цветок». Впервые с момента его возрождения в год семьи празднование состоялось на историческом месте на Соборной площади, так называлась до революции площадь труда. Подробнее о событии расскажет Ольга Аверкиева. Впервые большой благотворительный праздник «Белого цветка» прошел по инициативе царской семьи в 1911 году в Санкт-Петербурге. К этому благому делу подключилось 104 города, в том числе Екатеринбург. На тот момент численность его населения составляла 70 тысяч человек, а цветов, изготовленные и продано, было 50 тысяч. Даже из этих данных можно понять, насколько первый праздник «Белого цветка» объединил уральцев. И вот воскресный день, так же, как 113 лет назад, на Соборной площади собралось множество горожан. Возле храма-часовни святой Екатерины состоялось открытие праздника, и начался он, как и полагается, с молитвы. Молебен возглавил митрополит Евгений. Праздник «Белого цветка» ему исполнилось 113 лет. И мы также с благодарностью вспоминаем сегодня тех людей, благодаря которым он появился и сохранен. Святую преподобную мученицу Елизавету, царскую семью, и, конечно, всех тех, кто сегодня поддерживает эту замечательную традицию. Я хочу всем вам пожелать получить радость, удовольствие и благословение Божие от участия в этом замечательном дне и празднике. За открытием праздника последовал парад-конкурс «Белый цветок Бэби». Подобно тому, как 113 лет назад жители города украшали белыми цветами экипажи, повозки и кабриолеты, в этом году уральцы украсили детские коляски, велосипеды и самокаты. Красочно оформленные детские транспортные средства – это результат общего труда всей семьи, а иногда и целого прихода. Так прихожане Никольского храма заняли призовые места в номинации детские коляски. Дружная же команда прихода получила еще и отдельный приз. Мы делали именно все вместе, это был такой радостный процесс именно общего творчества. Нам очень помогали люди из нашего прихода, очень увлеченно все работали. Слава Богу, им большое спасибо за помощь и поддержку. Семья – это не только семья, когда мама, папа и дети. Приход – это тоже большая семья. И когда семьи нашего прихода собираются вместе, делают какое-то дело и понимают, что весь приход – это еще одна большая семья, мы тем самым и укрепляемся в вере, и в радости, и в нашем уповании на Бога. Одна из главных целей праздника – это единение народа, которое, конечно же, ощутили все, кто пришел в этот день на Соборную площадь. Этот праздник объединяет не только семьи, приходы, но и город, и горожан, не только относящихся к церкви, допустим, да, к церковной жизни. Это праздник для всего города, это поистине семейный праздник, то есть как он задумывался царской семьей, когда вместе и родители, и дети объединяются общим делом, и это дело приносит радость. Еще одна из целей – это благотворительность. Поэтому во время праздника действовала благотворительная акция в поддержку православной службы милосердия. И у нас вот даже, видите, живые букеты, и разные вот заколочки, и браслетики, все что угодно, чтобы привлечь внимание, и у человека какая-то добрая память осталась о том, что он поучаствовал. А нам тоже очень приятно, что люди откликаются, что люди у нас сердечные, добрые и готовы всегда нас поддержать. В год семьи праздник имеет и свое особое значение. Это реально способствует распространению всего того, что мы называем добром, любовью, светом. Пусть всего этого будет больше в нашей жизни, и как раз этот праздник тому способствует. А мы сегодня увидели самую правильную красоту, красоту большой, дружной, многодетной семьи. Я думаю, что вот сегодняшний день, вот эта встреча, она вдохновит на умножение семей наших екатеринбургцев. Завершил торжество хоровой фестиваль «Праздник белого цветка» и танцевальный марафон «Вальс цветов». Продолжение следует...